Евгений Науч представил совершенно блестящий доклад. Я постараюсь, чтобы данный доклад был частью и продолжением прозвучавшего блестящего сообщения. И, конечно же, основная парадигма в лечении онкологических больных – это наши больные должны жить долго и должны жить качественно. Основные принципы лекарственной терапии, безусловно, это мультидисциплинарный подход, пациент центрированный, проблемно ориентированный. И, конечно же, это мультидисциплинарная команда, основным членом, центральным членом является пациент. И мы, безусловно, должны понимать, что это комплексное лечение, издревле оперативное лечение, позже чуть радиотерапия, затем нам в помощь гормонотерапия. И уже независимые и очень важные методы лечения – это химиотерапия, биологически направленная таргетная терапия и, конечно же, иммунотерапия. И прецизионный подход, вот Владимир Михайлович об этом говорил, конечно же, блестящий совершенно доклад, я его прослушала, я его часто использую, теперь эти слайды для своих презентаций, поскольку мы понимаем, что биология опухоли, мы часто лечим не стадию, а прогноз пациентов определяется именно биологией опухоли. И вот подразделяют совершенно понятно, вы действительно это увидите, опухоли черепахи, период удвоения опухоли, он настолько маленький, что метастазы у таких пациентов могут и не развиться, а этот период может занять до 30 лет, период удвоения опухоли. Есть, соответственно, и вот к таким вот опухолям черепахам, действительно, это 1-3% больных с неопределяемыми опухолями почек, треть пациентов с небольшими опухолями щитовидной железы, половина мужчин в возрасте старше 60 лет с маленькими опухолями предстательной железы. Понятно, почему у нас в ряде случаев рак предстательной железы, скрининг по поводу рака предстательной железы не работает. И, соответственно, треть женщин в возрасте 40-49 лет с небольшими опухолями молочной железы. Да, у таких пациентов, если мы говорим о опухолях черепахах, то период удвоения позволит пациенту в лучшем случае дожить до первой стадии. И, конечно же, есть опухоли зайца, и здесь проведение своевременного ранней диагностики оказывает значимое снижение на смертность. И вот то, на что настроена лекарственная терапия, эволюция которой или революция колоссальная, это, конечно же, птицы, которых мы должны поймать, обезоружить, уничтожить. И вот именно с помощью применения системной терапии, которая значимо снижает летальность. И гормонотерапия. Вот сегодня уже Евгений Наумович говорил, с момента того, как Битсон выполнил аварийоктомию, прошло более 120 лет. И сегодня мы уже имеем данные препараты в области гормонотерапии, которые мы эффективно используем как в одеванте, так и вне одеванте. И Немиц Петрова является основоположником данного направления во всем мире, и это признанный факт. И вот я хочу, чтобы мы запомнили имя данного ученого, поскольку он является, это Раустон Паттерсон, который является основоположником первого рандомизированного исследования по поводу рака молочной железы. Здесь в данном случае работа была опубликована в 1959 году и была посвящена одевантному применению лучевой терапии по поводу рака молочной железы. И химиотерапия, она напрямую связана, развитие отечественной химиотерапии связано с Николаем Николаевичем Петровым, который в 1945 году совместно с Леонидом Федоровичем Ларионовым основал экспериментальную лабораторию по экспериментальной терапии рака. И сам Леонид Федорович Ларионов в 1937 году защитил докторскую диссертацию на тему эндокринные железы и рак, понимая, что рак – это болезнь его организма, причиной развития которой может быть нарушение функции эндокринной системы. И именно Ларионов Леонид Федорович в 1947 году и его команда явились с новоположниками, и препарат был протестирован, этот новый эмбихин, и применен у первого пациента. Причем историю, ее рассказывал Александр Николаевич Стоков, слышал он ее непосредственно от участников данного факта, исторического факта, что когда врач-лаборант, которому Николай Николаевич Петров настоятельно рекомендовал вести исследовательский препарат, я так не боялась идти в разведку, как я боялась вводить этот препарат, понимая, что я могу убить пациента. Тем не менее, пациент не погиб. И вот в монографии, опубликованной в 1951 году, за которую Леонид Федорович был достоин сталинской премии третьей степени, был позже переведен в Москву, где продолжил успешно свою работу вместе с Николаем Николаевичем Блохиным. И вот здесь вот как раз-таки первый пациент получил лечение 8 декабря 1947 года. И в прошлом году, точнее даже в этом году, мы праздновали, в прошлом году, да, мы праздновали 70-летие отечественного, первого отечественного препарата в нашей стране. И вот если говорить о Леониде Федоровиче Ларионове, те основы, которые были заложены тогда еще в ней онкологии, они были успешно применены и стали залогом развития химиотерапии в нашей стране. И каждое последующее десятилетие, начиная где-то вот с 50-х, 60-х годов, можно носить название тех цитостатиков, которые были синтезированы в те года. И, безусловно, основоположник Санкт-Петербургской ленинградской школы химиотерапии, Михалыч Гершинович, ученики которого совместно с ним протестировали более порядка 150 препаратов, ошедшие нашу клиническую практику, всегда говорил, в последние десятилетия химиотерапия развивается очень бурно, созданы препараты, резко увеличивающие эффект лечения. Но надо помнить, хотя химиотерапия штука важная, она не решает всех проблем. И действительно, данный вид терапии не решает всех проблем, потому что мы говорим о прецизионной терапии, мы говорим о возможности проведения биологически направленной таргетной терапии. И существует более 120 мишеней. Фактически к многим из данных мишеней, которые хорошо изучены, уже созданы ряд таргетных препаратов, вошедшие в нашу клиническую практику. И вот исследование, которое достаточно показательное, если мы говорим о эффективности таргетной терапии, у нас есть мишень, у нас есть ключ, и мы видим замечательный эффект длительности год-два, но он рано или поздно исчерпывается. И не случайно в 2001 году была вручена Нобелевская премия за открытие в области регуляторов клеточного цикла. В настоящий момент мы имеем уже три циклинозависимых препаратов ингибиторов, циклинозависимых киназа. Из них палбоциклип и рибоциклип вошли в нашу клиническую практику, и в этом году рибоциклип вошел в список жизненно важных лекарственных препаратов. В качестве препарата таргетной терапии, гормонотерапии у пациентов, в комбинации с гормонотерапией у пациентов старшей возрастной группы, в качестве первой линии терапии. И, конечно же, иммунотерапия. Этот год знаменателен тем, что, несмотря на то, что первая мишень, это CTL-4, была прочитана более 31 года назад. Тем не менее, только в этом году была вручена Нобелевская премия основоположником данного направления. Это Джеймс Эллисону и Тасуку Ханьо. И действительно заслуженная, поскольку мы сейчас имеем значимый метод лечения у определенной группы онкологических больных. Конечно же, это не живая терапия. Данная терапия помогает определенным пациентам, но тем пациентам, которым она помогает, заставляет организм по-новому своего рода выздороветь и адекватно реагировать на опухолевые клетки. И тем самым, вот эта память, которая возникла, она позволяет достаточно эффективно контролировать болезнь. И начиная с 2011 года, когда был впервые зарегистрированный эпилемумаб, буквально солнце взошло, если мы говорим, над меланомой. И сейчас мы действительно живем в эру иммунотерапии. И в настоящий момент мы имеем, безусловно, различные чепонкингибиторы. Это иммуноклональный антилак CTLA-4 и пилимумаб 3-миллимумаб. У нас изучаются отечественные препараты из данной группы. Это моноклональный антилак PD-1, неволумумаб, пепролизумаб, пиделизумаб и также препараты BCD. И моноклональный антилак PD-L1, отезолизумаб, дроволумумаб, павелумумаб и ряд других препаратов. Количество их, конечно же, колоссальных. Но к сентябрю 2018 года FDA зарегистрировала более 20 показаний для назначения иммунотерапии, которые заново обучают иммунную систему организма бороться с злокачественной опухолью, легшая возможность опухолевых клеток ускользать от иммунного надзора. Посмотрите, даже лимфома Ходжкина эффективно работают такие препараты, как неволумумаб и пепролизумаб. Действительно, эта терапия может изменить подходы в лечении, казалось бы, определенной группы неблагоприятного прогноза, который требует интенсификации лечения. И Сергей Алексеевич, Сергей Михайлович, сегодня, конечно, подсчитан на эту тему доклад. И исследования BCD-100, первая фаза, которые были опубликованы, отметили достаточную успешность применения данного препарата, который продемонстрировал благоприятный профиль безопасности во всех дозовых когортах, и иммуноопосредственно нежелательные эффекты были ожидаемы, степень их тяжести не превышала второй степени. Не выявлено существенных различий между дозовыми когортами по профилю безопасности. И самое важное, анализ эффективности показал наличие противоопухолевой эффективности препарата у отдельных групп пациентов. И уже, соответственно, результаты второй фазы будут представлены завтра Алексеем Викторовичем Новиком. Результаты уже были представлены на онкоконгрессе и показали значимые возможности применения данного отечественного антипиделия ингибитора в лечении больных с меланомой. И, конечно же, эволюция, иммунотерапия – это всё новое, безусловно, это хорошо забытое старое. Всем хорошо известен эффект святого Перегрина, когда в XIII веке описан спонтанный регресс новообразований после перенесённой инфекции Кули. Далее XIX век ознаменовался вакциной Кули. Далее 70-е годы прошлого столетия – использование нейробных бактерий или вирусов, чувствительных к интерферону, обладающей тропностью к опухолевой ткани. И, конечно же, 90-е годы – это бактерии и вирусы генетически модифицированы для опухолевой селективности. То есть в настоящий момент ожидается, что к 2020 году нам бактерии, ауксотрофы будут служить и быть источником транспортным, быть необходимым для нас переносчикам. И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что иммунотерапия в монорежиме не будет достаточно эффективной. Мы стремимся к 100% случаев. И здесь рассматриваются различные комбинации, включающие как химиотерапию вместе с иммунотерапией, так и иммунотерапию вместе с таргетными препаратами. Возможность комбинации иммунотерапии с лучевой терапией. Или же различные комбинации трипл, различные сложные, более сложные комбинации, которые мы видим в тех клинических исследованиях, в которых многие сидящие в зале участвуют. И, конечно же, хотела сказать, что наш институт шел в ногу с эволюцией таргетной терапии. Если в 1986 году активно развивалась не только лекарственная терапия солидных опухолей, безусловно, это лекарственная терапия онкогематологических заболеваний. И вот в 1986 году было создано отделение, которое возглавил Афанасьев Борис Владимирович. Позже он перешел в Первый медицинский институт. И в 1996 году было организовано отделение биотерапии, комплексного лечения солидных опухолей, которые возглавил Владимир Михайлович Моисеенко. И это отделение, по сути, стало уже, оно перешло, как вот деревом, на основании которого выросли ветви сейчас. И это отдел биотерапии. Отделение химиотерапии, инновационных технологий, которое возглавляет Светлана Анатольевна. И, конечно же, вот то, что у нас было отделение Михайловича, который активно всегда работал с Борисом Владимировичем, у нас сейчас, опять-таки, при участии Сергея Михайловича было организовано отделение гематологии, химиотерапии, спалата интенсивной терапии, позволяющие проводить раннюю интенсификацию лечения пациентам резистентными рефракторными лимфомами в том числе. Поэтому, конечно же, мы всегда должны помнить, и я хочу закончить свое выступление словами Николая Николаевича Петрова, что хирургия никогда не исчерпывается наукой и техникой. Больно затрагивает человеческий организм, глубоко в него проникая. Хирургия достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке, при том не только о его теле, но и состоянии его психики. Это не все понимают, этому слишком мало учит, потому что больной – это всегда человеческая личность, со всеми ее переживаниями, а отнюдь не без личных случаев. Благодарю всех за внимание, и, конечно же, мы продолжим обсуждение на форуме «Белые ночи» в 2019 году. Продолжение следует...